Наша рубрика «Монолог о себе». Сегодня его герой – артист балета Антон Паладюк. В шесть лет меня родители отдали в школу, в обычную, общеобразовательную. То есть я попал в класс, где была хореография, то есть как дополнительный урок. Мы изучали различные танцы, мы танцевали их на всяких мероприятиях, в школах. Мой самый первый педагог, Лидия Григорьевна Горшкова, она посоветовала, что мальчик танцевальный моим родителям, ну вот попробовать поступить в Казанское хореографическое училище. Наступил июнь, вступительные экзамены были, там было три тура. Тур был самый сложный, где уже непосредственно смотрели твои данные, растяжки, то есть внешний вид ребенка. Я помню, у меня сам Владимир Алексеевич, художественный руководитель мой сейчас балета в нашем театре, смотрел меня, то есть на что я способен. И как бы все туры прошли, вот этот третий, и как бы мы ждали, ну, поступлю я или нет, и как бы вот объявили, что мы вас берем, но 50 на 50, потому что у меня верхней выворотности, как бы там не было. И то есть вот так меня взяли на испытательный сок. На курсах у меня был педагог Бартиков Виталий Николаевич, и как бы вот этот вот последний год очень, ну, такую большую роль сыграл в моей жизни, потому что как раз приехал к нам Александр Михайлович Пулбенцев ставить, ну, такой детский спектакль «Снежная королева», где я танцевал главную роль Кая. Я помню, вот зимой, елки, там очень большое количество спектаклей было, и как бы я стабильно каждый день танцевал, и это просто, я с каждым днем все больше и больше влюблялся. Был госэкзамен, актерское мастерство. И я там танцевал «Шахрияра» монолог. Присутствовал на экзамене Владимир Алексеевич и Валентина Васильевна Прокопова. Все, экзамен закончился, и вот Владимир Алексеевич подходит ко мне и говорит, удивил. Я уже понимал, что это хороший знак. Сомнений не было, что я пойду в наш театр работать. В 2007 году, я закончив училище, пришел в театр. Сразу же Валентина Васильевна меня выдвинула танцевать по дутруа из Лебединого озера. Помню, мы каждый день репетировали, я вообще очень уставал. То есть, можно сказать, домой вообще никакой приходил. Я станцевал, и я считаю, как бы достойно станцевал для своих лет. Мы поехали на гастроли, там это тоже все для меня новое. И весной у меня произошла травма. То есть, я сломал ногу, я еще не отработал даже года. И вот этот период в моей жизни тоже такой неприятный был. Я вылетел, я год не мог войти в форму, потому что пришлось даже делать операцию, чтобы я как бы опять начал танцевать. Ну, как бы минусы, но есть плюс один, что я встретил свою жену. Когда я восстановился, опять пришлось доказывать всем, что я что-то представляю из себя. Это был сложный период. Ну, это все заново. Потому что я вылетел на год, как бы можно сказать, вообще забыли, кто такой Антон Паладюк. И пришлось доказывать все заново. Танцевать, готовить партии. Главную партию я вот станцевал балет «Спартак» «Краса». Нурлан Канетов предложил Владимиру Алексеевичу, давайте я подготовлю Антона. И то есть, Владимир Алексеевич мне был против. И мы вот с Нурланом начали готовить. Он мне передал вот эти вот какие-то секреты, нюансы. Мне было очень так интересно прям работать. Роль Тореро, то есть Ториадор. Это очень такая сильная роль, интересная, безумная. У меня была премьера, то есть я танцевал вообще первый раз. Вот опять новый образ. Опять мы двигаемся вперед, не стоим на месте. Вот этот творческий вечер Нурлана Канетова дал мне шанс проявить себя как танцовщика. И естественно, находиться на одной сцене с такими мастерами, это, я считаю, большой успех. Благодаря Нурлану был такой номер сон. То есть современной хореографии, где постановщиками оказались наши казанские ребята. Очень грамотные, очень способные, очень талантливые. Когда репетировали этот номер, это что-то новое, модерн, движение тела. То есть это было интересно работать. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К себе я отношусь самокритично. То есть за всю работу не раз танцуешь те же партии. Каждый раз танцуешь всегда по-разному. То есть для этого и существуют репетиции, где ты вносишь какие-то изменения. Потом, ну, смотришь видео, как ты станцевал, предположим, и смотришь, вот тут надо было так сделать. И как бы на репетициях вот это есть возможность себя подготовить, то есть к следующему спектаклю, что-то изменить. И как бы и в своем мастерстве, физическом плане. Где-то эмоции там может поменьше, где-то побольше. Ну, как бы сделать, в конечном итоге сделать партию, чтобы она была успешна. В балет Анюта, то есть я там танцую Артынова. То есть такой самовлюбленный, богатый аристократ. Танцевал я. Приезжали с Большого театра, с Евгением Образцовым танцевал, с Кристиной Кретовой, с Крысановой. Для меня тоже это было что-то новое, танцевать как бы с балеринами, которые, ну, звезды они. Я вот хочу станцевать Зигфрида в Лебедином озере. То есть это уже классику, чистейшую, вот этот лирический образ такой, который я еще не познал, как я думаю. У меня более такие, можно сказать, характерные, такие драматические партии, где я просто там выплескиваю эмоции, а вот охота вот этой чистоты, какой-то сдержанности, вот это почувствовать себя принцем. Ну, как бы я думаю, что в будущем все получится. Как бы стать? Я хочу универсальным танцовщикам уметь танцевать все. Цель, да, станцевать максимально больше, потому что век артиста балета очень маленький. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!